Благотворительная организация РУСФОНД и наша телерадиокомпания продолжают акцию помощи детям. Сегодня речь пойдет о Ярославе Андрееве. Врачи поставили ему диагноз детский церебральный паралич. Мальчик не может стоять, сидит только с опорой спины. И нуждается в специальном кресле, но мама, которая воспитывает сына одна, не может его приобрести. Мы просим телезрителей помочь Ярославу. Необходимо отправить с мобильного телефона слово «Дети» на номер 5542. С вашего счета спишут 75 рублей. Маленький Ярик очень любит гулять, но в свои 4 года самостоятельно собраться на прогулку он не может. У ребенка детский церебральный паралич вследствие родовой травмы. Ярослав родился с двойным обвитием пуповины вокруг шеи. Мальчик неуверенно держит голову, сидит только с опорой спины и совсем не может стоять. Его мама Галина научилась сама делать сыну массаж. Говорит, это для нее еще не самое сложное. Самое сложное, естественно, финансы. Просто информации в интернете много. У нас есть и свой форум, где родители с диагнозом таких деток ДЦП общаются между собой. Естественно, говорят о каких-то клиниках и так далее. Все обсуждения врачей, методов лечения. Все это информация есть. Нет финансирования. Галина находила различные реабилитационные центры, где Ярослав прошел множество курсов лечения. Но все они практически не дали результатов. Доктор посоветовал приобрести стул-опору слоненок-нук, который подходит для длительного сидения мальчика. У ребенка ДЦП спастический тетрапорез с выраженным нарушением двигательной функции, задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов. Мальчику рекомендовано использовать в домашних условиях опору для сидения реабилитационное кресло слоненок-нук второго размера. Конструкция позволит ребенку сидеть с вытянутыми прямыми ногами и спиной с правильным положением бедренных суставов. Это сохранит форму позвоночника и укрепит мышцы шеи ребенка. Такое кресло-опора стоит более 117 тысяч рублей. Галина воспитывает сына одна, и собрать необходимую сумму самостоятельно ей не под силу. Поддержать земляков может любой житель области. Для покупки не хватает еще 39 тысяч. И помочь Ярославу зрители могут, отправив смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Есть и другие способы помочь мальчику. Все они на сайте Русфонда. Это кресло напольное, оно снабжено колесиками, и вот ребенок может как-то ручками передвигаться. Кресло обеспечивается столиком, что можно проводить с ребенком занятия. Кресло также снабжено ремнями безопасности, что позволяет ребенку оставить на несколько минут одного. Хотя Ярослав и развивается с большим опозданием, добиться определенных результатов маме удалось. Мальчик может сам переворачиваться, понимает обращенную к нему речь и узнает людей. Хотя сам пока не говорит, произносит лишь отдельные звуки. Поэтому Галина так и рассчитывает на помощь неравнодушных людей. Тех, кто готов отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Собранные средства позволят добиться прогресса в лечении. А теперь помогать стало еще проще. Вышло мобильное приложение Русфонда для владельцев айфонов. Елена Толстова, Дмитрий Сергунов, Вести Калуга, Малый Ярославец.